Здравствуйте! Это видео посвящено туалетной воде L'Appétit Rob Noir. Эта туалетная вода является флангером парфюмерной воды с таким же названием, которая стала первым ароматом в линейке этой коллекции L'Appétit Rob Noir «Маленькие черные платья дома Герле». Коллекция эта знаменательна тем, что, во-первых, это сезонные ароматы, во-вторых, позиционирует себя как атрибут гардероба женщины и каждый аромат сопровождается каким-то своим фасоном черного платья. Не всегда оно, правда, маленькое, но, если оно не маленькое, то оно, во всяком случае, открытое. В данном случае мы видим вот такое платье черное, юбка выше колена, солнце, открытый лиф, такое игривое платье, то ли светло-телесное, то ли светло-розовое, повязочка-поясок на этом платье, надета она на манекен, и сверху всегда у нас вот такая вот ленточка с логотипом компании «Герлен», серебристая. Внизу, в почерком, как бы от руки написано название «Аромата L'Appétit Rob Noir». Дело в том, что кроме самих платьев еще и был создан персонаж, который бы рекламировал эти композиции. В данном случае решили не прибегать к участию каких-либо звезд, чтобы не так накладно было возможно, а придумали анимационный персонаж, который так и зовут. «Аромата L'Appétit Rob Noir» – это француженка, выполнена технике таких силуэтов, черный силуэт, со шляпой, которая закрывает лицо. И этот силуэт всегда показан в каких-то событиях, связанных с ее жизнью. Она звезда, поэтому она ставит автограф, вот эта роспись как раз ее автограф. В случае с туалетной водой она изображена на прогулке, с сумочкой в виде флакона данной туалетной воды. Появление туалетной воды было предсказуемым. Как правило, первые фланкеры после выхода парфюмерных вод – это всегда туалетные воды. С одной стороны, всегда находятся люди, которым парфюмерная вода кажется слишком тяжелой, слишком громко звучащей. С другой стороны, у туалетной воды есть свои нюансы, ярче звучат верхние ноты, легче база, и поэтому такая минимальная модификация, чтобы посмотреть, как рынок отреагирует, ну, чтобы удовлетворить потребности этих людей, которым, например, нравится парфюмерная вода, но на работу люди не рискуют надевать такие высококонцентрированные композиции, и тоже для таких людей предназначена концентрация эндотиалета. Вот концентрация внизу указана серебристым фоном, и название компании «Герлен Пари». Сзади информация по составу самого этого аромата. Указано, что разработана композиция во Франции, проявлена во Франции. И информация о том, что такой свежий, романтичный, цветочный у нас аромат с фруктовыми нюансами. Вот, посмотрим внутрь. Здесь у нас немецкий язык, по-моему, итальянский, может быть, испанский, не знаю, или португальский. Открываем книжечку. Внутри тоже у нас автограф маленького черного платья, и тоже французский язык, английский и русский язык. Свежий, романтичный, цветочный кружево, вышитое сверкающими фруктовыми нотами. Это то, как описывают структуру этого платья, как аромат. Ну, китайский, скорее всего. И вот как раз этот персонаж для Петит Роб Нуар в маленькой черной платье. Вот, вместо сумочки у нее флакон. Вот такая вот интересная дама. И вот тоже информация о том, что основана в Париже. Компания в 1828 году. На розовом фоне. У нас происходят все эти действия, изображенные на рисунке. И пробник тоже у нас находится в таком кофре в чехле бледно-розового цвета под цвет пояска на том платье, которое у нас ассоциировано с данным ароматом. Тоже мы видим название компании. Объем 1 мл. Вот тоже название, изображенное автографом маленького черного платья. И то же самое платье, которое у нас на поверхности нашей коробочки, нашей открытки изображено. То есть тот же фасон. И, собственно говоря, спрей. Естественно, мы концентрацию посмотреть не сможем. А распыляет он. Ну, может быть, я немножечко покрутила его, пытаясь снять этот кофр. Хотелось мне посмотреть, если там прозрачный флакон, чтобы можно было пузырьки глянуть. Может быть, из-за того, что я так поработала над ним, это мы посмотрим уже в остальных пробниках. Но, вообще, иногда холостые идут нажатия. Вот второе холостое. И вот третье выдает капли. Не знаю, как будет видно. Прямо блестят на ладони. Крупные капли. Очень малый объем самой струи приходится на себя многократно наносить, чтобы получить эффект, как это использование нормальной туалетной воды из флакона. Ну, непростое у меня было общение с этой туалетной водой. Сначала я нанесла ее на себя, как обычно я делаю с любой парфюмерией. И я отправилась на работу. Что я ощущала на себе? Во-первых, этот аромат намного легче, чем малиновый шип, который у меня есть в полном формате во флаконе La Petite Trop Noir Couture. Туалетная вода, вот эта она намного легче. Шлейф есть, но легкий. По стойкости, хотя некоторые пользователи отмечают очень приличную стойкость, но на меня продержался аромат в нормальном звучании 4 часа, ну и пару часов еще сохранялись отголоски. Но, тем не менее, я слышала на себе сразу же цветочно-фруктовые нотки, свежие, неприторно-сладкие, очень приятные, поднимающие настроение, легкие. Где-то через полчаса начали появляться почули. Почули такие, как я люблю, ароматные. Ну, собственно говоря, вот розы, почули и фрукты. В данной композиции использована вишня. Но она здесь очень-очень легкая. Я бы даже сказала, что, может быть, это запах вишневых косточек. Такой, скорее, оттенок, который обволакивает собой дуэт розы и почули. Но интересные вещи начались, когда я решила вдумчиво распробовать этот аромат и нанести его на кожу. Кстати, обратимся к пирамиде. Если посмотреть на классическую пирамиду, то аромат должен начинаться нотами жасмины, розы и зелени. Затем переходить в сердце из вишни, флёрдоранжа, яблока и чёрной смородины. Преимущественно цветочный старт и фруктово-ягодное сердце. И в базе у нас почули, белая амбра, белый мускус. Ещё говорят, что должен быть заявлен горький миндаль. Но я ни в одной из пирамид не нашла. Правда, горчинка есть, но, скорее всего, почуливая. А может быть, действительно, этот запах напоминает ещё вишневую косточку. Так вот, когда я нанесла эту эту воду на кожу, то самое первое, что я услышала, как только капли коснулись моего тела, это запах вишнёвого сока. Такая спелая ягода, переполненная соком, чернокорка, вся уже сочащаяся. Действительно, натуральный, натуральный вишнёвый запах. Но продержался он буквально секунду. Но в следующий момент начали появляться нотки чёрной смородины и зелёного яблока. А ещё через секунду меня как будто бы взяли и перенесли в магазин бытовой химии. Раскрылась нота мускуса. Мускус белый, то есть с эффектом стирального порошка. Не такой жёсткий, как в брендах Монталь. Он легче здесь. Но всё равно не могла отделаться от ощущения, что я нахожусь в каком-то парфюмерном магазине. И да, я слышу где-то запах вишнёвого сока. Причём он, к сожалению, начал исчезать. И со временем уже у меня возникло ощущение, что я стою и держу в руках брусок мыла, дорогого туалетного мыла, ароматизированного вишней. Но это уже был не натуральный, не натуральная ягода, а что-то такое синтетическое, очень сильно химичищее, очень шероховатое, потому что уже и почули здесь начали проявлять себя. Почули, мускус, практически шипровое звучание на моей коже дает эта композиция. Нет той лёгкости, которую я ощущаю, когда наношу на волосы. Что же до остальных нот, то роза, да, роза и почули, они всё-таки идут здесь главными, как мне кажется, составляющими. Вишня их оттеняет. Зелёных ноток не сильно здесь много. Флёрдоранж в первой фазе раскрытия угадывается. Яблоко, чёрное, смаронина также слышны более-менее чётко в начале раскрытия, первые полчаса. А жасмин, ну, плотность композиции он придаёт. Но я не могу сказать, что он здесь прямо так громко слышен. Нет, он скорее здесь на втором фон. Но что интересно, когда я нанесла одну каплюсь на свою кожу на работе, находясь в закрытом помещении, ко мне в кабинет начали буквально через 15 минут подходить люди и жаловаться на то, что странные запахи доносятся из моего помещения. Кто-то говорил, что пахнет лекарствами, кто-то говорил, что пахнет жидкостью для снятия лака для ногтей, либо лаком для волос. В общем, все отмечали запах какой-то каких-то косметических веществ, бытовой химии, каких-то химических, синтетических отдушек. Вишню никто не опознал и как-то не очень лестно люди отзывались о данном аромате. Хотя, когда я принесла его на волосах, на него никто негативно не отреагировал. Вот такое странное было превращение. Но, тем не менее, мне композиция нравится. У нее действительно, вот у того образца, который конкретно у меня, у него почему-то выраженный шифровый характер. Много почули, жесткий синтетический мускус, белый, порошка, особенно в первые полчаса. Много розы и вот как будто бы уже подсохшие, может быть, на ветке засохшие вишни, может быть, вишневые косточки, может быть, кто-то ел в варенье, остались в вишневые косточки, а может быть, как-то перерабатывали, там что-то варили. В общем, такие, такой отголосок вишневой косточке на заднем плане. И через 4 часа на коже композиция начала терять свою шероховатость. Она стала мягкой, в ней появилась медовость белой амбры и вот такое сладкое нежное звучание эта туалетная вода ушла. Что могу сказать, конечно, очень похоже на тот шип, который у меня есть из этой же коллекции маленьких черных платьев. Но все же звучит легче, но это однозначно аромат для любителей жестких композиций с большим количеством пачули и, пожалуй, мускуса. Ну, а также для любителей фруктовых и цветочных нот в парфюмерии. В принципе, у меня приятные ощущения от этой туалетной воды, несмотря на все эти высказывания, которые я в свой адрес выслушала сегодня. Но мне нравятся такие композиции. Поэтому я довольна тем, что познакомилась с туалетной водой. Было бы интересно, конечно, познакомиться и с оригиналом, с предшественником, с водой и с парфюмерной. Но, возможно, эта встреча еще меня ждет в будущем. А в следующих видео я продолжу рассказ о других фланкерах из линейки L'Apétit Drop Noir. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...